Рэкет, вымогательство денег у предпринимателей, бурным светом рассветший в последние годы СССР и ставший неотъемлемой частью любого бизнеса в 90-е годы уже современной России, никуда не исчез. Просто за тем, как это сейчас происходит, можно наблюдать посредством работающих повсюду видеокамер. Екатеринбургский бизнесмен Евгений, занимающийся общественным питанием, передал городскому порталу Е1 видеозапись вымогательства у него денег неким лидерам уличных группировок по кличке Фартовой и его боевиками. Цитата. «У меня в Гринвиче несколько заведений на фурткорте», — рассказал Евгений. «Их пришлось семь человек. Пятеро в лоб зашли, еще двое со спины. Начали газовать, выделываться. Типа отдай деньги, да отдай деньги. Я говорю, какие деньги? Нам твой друг 150 тысяч должен. А я этого друга сто лет не видел, и я о его долгах ничего не знаю. Они заставили меня позвонить другу. Я поднес телефон к уху, и в этот момент один из них ударил меня сзади кулаком в висок, а потом полез в карман». После этого инцидента предприниматель поехал в больницу, затем в Абоб. Там его, похоже, уже ждали. Еще цитата. «В полиции заявление у меня не приняли, а предложили поговорить. И заявили, будто по их информации это я там ножом махал. Но они не знали, что у меня есть видео, а на нем никакого ножа». Заявление передали участковому, а тот через некоторое время вынес отказ в возбуждении административного дела по причине, цитата, «отсутствие оснований для возбуждения административного дела». По словам Евгения, приводимым порталом Е1, ректеры ему периодически звонят и угрожают. Если он не отдаст долг за своего друга, цитата, «они будут кошмарить его бизнес с ментами». Наши коллеги сделали запрос в правоохранительные органы, но комментарий Е1 пока не получен.